мы изучаем сейчас недельная глава которая называется корах корах и значит за границей правда изучают недельную главу шлах но мы изучаем корах в израиле мы идем чуть-чуть впереди впереди и второе что мы изучим сегодня 14 глава мишлей притчи царя соломона это просто сегодня 14 июня кладезь мудрости житейской такой применимой то что больше всего люблю в торе в торе есть 70 лицу торы то есть тора дает возможность от понимания как устроено мироздание это есть кабала которая рассказывает как всевышний непостижимый бесконечный творец мироздания как он себя структурировал для того чтобы появился этот мир это все кабала она говорит о тех вещах которые вот например есть люди которые любят математику там есть высшая математика теория какая-то поле теория цифр каких-то до больших и вот они в этой математике они живут мне они списывают вот этими формулами с целые стены и смотрят на них и кайфуют думают вообще вот это кайф то есть есть люди которые вообще в этом не понимают и это нормально это нормально то же самое кабала это как высшая математика скажем тогда есть вторе то что называется психология торы если мы вспомним первая книга торы вся она рассказывает нам о авраам о вначале было до потопа человечества был адам его жена хава и их сыновья каин и эвел каин убил эвеля дальше начинается поколение до потопа потом ноах потом сыновья ноаха вся там это все психология торы вся первая книга авраам и цхак яков семейные отношения братья братья продают юсефа если попадают египет вся первая книга торы это психология людей психология тора можно сказать и это то что я например очень очень сильно люблю больше всего это одно из лиц торы есть например люди которые изучают аллаху закон ведь в каждом в каждом отрывке торы мы видим законы вот сегодня кстати в главе мы видим один одну очень такую закономерность невероятную как всевышний управляет миром этот мир построен на принципе причин наследственных связей и на принципе законов всевышний всесильные да это все силы которые есть в этом мире это всесильна это всевышний когда говорят что Вселенная мне поможет Вселенная это тоже все-всевышний в которой в которой во Вселенной работает по определенным загонам на меже еще квантовая например физика до внутри материи что происходит это тоже всесильные и есть а А есть Ашем, Бог, это тот, который творец мироздания, который над законами вообще. И вот Тора нам показывает, как эта вся система работает. Мы изучаем, радуемся. И дальше мы изучаем Мишлей, книга притчи царя Соломона, где мудрейший из людей царь Соломон попросил у Бога мудрость. И Бог ему открыл самую великую мудрость, на которую человек может подняться в этом мире. Значит, и Соломон Меллах поднялся на самую высокую мудрость и делится с нами этой мудростью. Вот мы изучаем тоже книгу Мишлей. Итак, сегодня у нас четвертый день недели уже. Представляете, четыре дня прошло с начала недели. И мы сегодня читаем очень короткий отрывок недельной главы, четвертый отрывок. Он короткий, но очень такой интересный, удивительный даже, можно сказать. Значит, как вы помните, в конце третьего отрывка, после того, как Всевышний открылась земля, земля поглотила Кораха, Датана, Верама и все их семьи и дома. Потом с неба спустился огонь и сжег 250 человек, которые были зачинщиками бунта. После этого произошло удивительное событие. Для меня самое удивительное. Начали все жаловаться опять на Моше Робейну, народ Израиля. Вот ты нас убиваешь. Вот, значит, собрались они все вокруг Моше и Аарона. Опять они устроили восстание. Значит, удивительно. Ну, для меня удивительно, удивительно и еще раз удивительно, как еврейский народ, который был, которого Всевышний вывел из египетского рабства. Как он, получив Тору через 49 дней после выхода из Египта. Через неделю они прошли через раступившееся море. Через 49 дней они получили Тору на 50-й день. После этого они сделали золотого тельца через 40 дней. После этого Моше Робейну еще два раза поднимался на гору Синай по 40 дней. И в Йом-Кипур они получили прощение. И через год после дарования Торы, через год после, ну, практически через год после дарования Торы, они выходят три дня пути до земли Израиля. Они подходят к земле Израиля. Опять останавливаются на 40 дней. Интересно, что вот эта цифра 40 дней повторяется неоднократно. Останавливаются на 40 дней. Развечить и возвращаются. 10 из 12 разведчиков говорит, мы не победим, мы не зайдем, у нас нет сил. Они все начинают плакать всю ночь и говорят, мы не зайдем, мы не победим, у нас нет сил. Значит, и на следующий день Бог их поворачивает обратно в пустыню. Говорит, действительно, вы верите, что вы не зайдете? Вы не зайдете. То есть, у вас нет веры в меня, вы не цените, вы неблагодарны, все, что я для вас сделал. Значит, это поколение неисправимое, сказал Бог. Значит, вы не зайдете, дети ваши зайдут. И повернул их на 40 лет в пустыню. В пустыне Корах начинает восстание, и к нему присоединяются Датаны Аверам и еще 250 человек, таких знатных людей, делают восстание против Машер Абейну. Машер Абейну говорит Богу, если я хоть слово от себя лично сказал, если я хоть слово о том, в чем они меня обвиняют, что я выдумал там часть истории, значит, пусть они умрут так, чтобы был знак уже точно, что это не от меня. То есть, Всевышний, который творец Мироздания, он должен был показать какой-то знак, который меняет структуру Мироздания, чтобы все увидели, что Машер Абейну настоящий пророк, который говорил только от Всевышнего. И в этот момент, значит, Всевышний делает этот знак, расступается земля, проваливаются эти дома, земля закрывается, как рот такой земля. Да, опа, и 250 сгорают этих совочков, которые стояли, приносили воскурение, и после этого народ собирается опять против Машер Абейну. Что ж такое вообще? И вот четвертый отрывок сегодня. И сказал Бог Маше, говоря, Так он ему сказал, это девятый отрывок, девятый отрывок семнадцатого отрывка книги Бамидбар, книги в пустыне. Значит, и сказал Бог Маше, говоря, значит, поднимитесь вы, уйдите вы из этой общины, и я их уничтожу. Значит, прям в секунду сейчас я всех тогда уничтожу. Если уже так, если они идут против, даже сейчас они идут против Машера Абейну, ну, против Бога, получается, потому что Машер Абейну доказал, что он был пророк, и что он говорит только от Бога. И они сейчас идут, Бог говорит, я сейчас их уничтожу, все. Значит, в Айпалу Абейну, Машер Абейну и Арон падают, падают ниц на землю. И сказал Машер Арону, возьми Махта, возьми этот совочек, положи на него вот огонь и с жертвенника, положи туда кторет, положите воскурение, и иди, значит, быстро иди, спасай народ, искупай их грех, потому что вышел гнев от Всевышнего, и начинается эпидемия. Машер Абейну даже здесь, при всем при том, что у него, на него нападают, против него выступают, Всевышний за него заступается, он волнуется за то, чтобы никто не пострадал, чтобы никто не умер, чтобы все остались живы, то есть у него нет никакого личного интереса. Представляете, вот в этом было его величие Машер Абейну, что человек, который вообще себя не видит, а видит только людей вокруг себя, является проводником Всевышнего. Но здесь у нас есть двойной сигнал. С одной стороны, Всевышний гневается, и Всевышний послал эпидемию, начинается мор, начинает умирать. С другой стороны, Всевышний изначально, зачем он сделал мир? Из любви. Он хочет, чтобы люди получали самое большое счастье, самое большое добро, и любое наказание, любое зло, которое есть в мире, это следствие неправильного поведения человека. Не от Всевышнего выходит зло. Человек, делая какие-то неправильные действия, вызывает последствия то, что мы называем зло. Теперь так работает система. Это как я этот пример очень люблю использовать, как человек, который засовывает пальцы в розетку, его бьет током. Его розетка не наказала, и Бог его не наказал. Электричество его не наказало. Он получил последствия своего неправильного действия. Теперь здесь Всевышний говорит, я их сейчас уничтожу. Начинается мор. Мушер Абайну говорит Аарону, беги быстрее, бери огонь жертвенника. А откуда огонь на жертвеннике? Опять же народ, он до этого, человек же он то святой, то животное. То святой, то животное. Нет однозначных. Есть которые, конечно, зависают в животности или зависают в святости. Но в основном человек, он все время, у него линия фронта колеблется. Да, он то святой, то такой. В оттенках таких, в полутонах. Теперь Мушер говорит Аарону, бери скорее, бери вот этот огонь жертвенника. Это то, где они приносили жертвоприношения, когда они были святые. Клади на него воскурение. Это то, что Всевышний сказал, что эти воскурения, они искупают грех. И спасай. И взял Аарон, как сказал ему Маше, и побежал, значит, в середину народа. И вот началась эпидемия. И он положил эти воскурения к торет, и начал он искупать народ. И стоял Ваямод, и стоял он между мертвыми и между живыми. И остановилась Амагефа, остановилась эпидемия. И умерло уже за это время, пока он бегал, зажигал и воскурял. И умерло за это время от эпидемии 14700 человек, кроме тех, которые умерли, которых сжег огонь 250 человек короха. И вернулся Аарон к Муше, к входу в шатер откровения, и остановилась эпидемия. Все, сегодняшний отрывок закончен. Давайте мы сейчас посмотрим, что здесь мы увидели. Что мы увидели такого, что мы можем расширить наше понимание мира. На каждый момент, на каждый момент, который вот реальности, действует множество векторов, которые этот момент создали. И столько же будет из этого момента последствий. Например, вот я держу чашку. На нее действует что? На нее действует сила притяжения. Она хочет упасть, эта чашка. Держится моя рука в этой чашке. Значит, я на нее смотрю, думаю, куда ее поставить. Теперь, вот там ветер здесь, но здесь ветра особого нет. То есть, но действует много разных сил. Теперь итог, куда придет эта чашка, зависит от вот этих вот многовекторных разных усилий, направлений, которые, в принципе, можно с чашкой предсказать. Но если бы это была не чашка, а кошка, то уже сложнее. Потому что у кошки есть еще свое какое-то движение, которое окошко, живое окошко, я имею в виду, не мертвое окошко, а живое окошко, которое бы начало здесь, еще у нее есть свои интересы. Она хочет убежать, тут она боится. А может, она хочет, наоборот, еду получить, и она будет сидеть, дрессированная кошка. То есть, мы не знаем, что бы кошка думала, сидя на руке вместо чашки. Теперь, когда происходит, есть народ, народ много людей. В народе есть лидеры, которые, как сказал царь Соломон, что как потоки вот сердца царя в руке у Бога. То есть, есть царь, он как бы более такой влияющий элемент, лидер. Он влияет на людей, но люди тоже влияют на лидера. То есть, многовекторный мир. Теперь Всевышний, есть Бог, Творец Мироздания, который хотел всем нам дать возможность, пройдя этот жизненный путь, как, знаете, как создал игру такую, и говорит, смотри, пройдешь его, будешь выполнять заповеди, будешь со мной в хороших, у тебя будет все великолепно и здесь, и зарабатываешь вечность. Создал такую, как игру, да, компьютерная игра этот мир. Но нарушать нельзя. Если все начинают нарушать в направлении против законов Бога, не хотят размножаться, не хотят жениться, убивают друг друга, грабят, то есть, создали условия, при которых люди не могут существовать, game over, игра заканчивается. Если, наоборот, все начинают соблюдать заповеди, добрые, не говорят злоязычие, любят друг друга, все друг другу помогают, старикам помогают, детям помогают, все добрые, только добрые слова говорят друг другу, то game over тоже, значит, мир переходит на следующий уровень, уже получение награды, выиграли. А пока мир находится в этих рамках, он и не уничтожен, и не поднялся на следующий уровень глобально, то каждый игрок по отдельности внутри своей жизни имеет возможность подняться и выиграть в этой игре. Это как бы упрощенное желание Всевышнего изначальное. Теперь, но Всевышний, он же хозяин мира, он установил правила игры, он все запрограммировал. Есть законы, духовные законы, материальные законы, материальные законы внутри материи, квантовые, совершенно другие какие-то законы, чем действуют снаружи. В общем, все, Всевышний это все организовал, все сильные законы, все законы. И теперь, когда ты делаешь какое-то действие, ты должен знать, что на тебя действуют духовные законы, материальные законы, инерция, законы, которые нарушали твои предки до третьего, четвертого поколения. И на тысячу поколений, наоборот, Всевышний награждает. Если ты делаешь что-то хорошее, то оно идет позитивом, депозит такой на твоих предков на тысячу поколений. Прекрасно. Значит, это мы поняли из ситуации с сегодняшний отрывок. Что отсюда видно? Что с одной стороны Бог говорит, непонятно, почему они пошли против Маше Робена. Я думаю, лично мое мнение, что, еще раз, это не мнение Торы, это не мнение, которое где-то вот я прочитал. Это лично мое мнение с точки зрения психологии. Что те люди, которые воспитывались в рабстве и которые выросли второе, третье поколение рабов, у них их жесткий диск, их как бы менталитет, назовем это вот, ментальные глубинные все установки, они были на уровне животных и хотели такими сделать. Их просто прессовали до вообще, до безобразия. Ну, то есть, египтяне их прессовали, чтобы удерживать рабов в рабстве в древнем мире. Нужна была невероятная жестокость, чтобы любое движение против хозяев сразу пресекалось смертью. Вы можете почитать про рабство, например, в древнем Риме, как рабов держали в рабстве, вот это восстание Спартака, там, их просто гладиаторов этих кидали, там, зверям, все. То есть, хозяева удерживали рабов в огромном страхе. И это было прям специально, их с детства били, там, все. Теперь, когда человек вырастает всю жизнь, он живет в этом страхе, потом ему показали, говорят, смотри, ты свободен. А он, как слон, который, знаете, как были слоники, которых маленького слоника привязывали к столбику, этот слоник не мог вырваться. Потом, значит, он вырастал, уже огромный слоняра, такой слон. А он уже не на веревочке, и уже этот столбик его в жизни не удержит. А он-то настолько привык по кругу ходить, что он уже не может вырваться. И вот у них была эта прошивка, вот эта прошивка, которая была психологическая, рабская. Потом Всевышний их поднял на невероятно духовный уровень, до такого прямо крайнего духовного просветления. Но они все время из этого просветления выпадали. Нет гарантии у человека, который сегодня праведник, что он завтра не согрешит. Это в Устной Тории мы знаем, в Пертьевод написано, «Аль-Та-Мин-Бе-Ац-Меха-Тио-Матеха» – «Не верь в себя до дня твоей смерти». И приводится пример в Устной Тории, что был такой первосвященник, Йоханн Коэн-Гадоль, который был, он 80 лет был первосвященником, заходил в Святая Святых и выходил в Йом-Ти-Пур. Это значит, что он был святой, ну вообще не без малейшего ущерба, без единого греха. Иначе он умирал бы в Святая Святых от этого духовного соединения со Всевышним. У него бы перегорали бы его пробки. И он выходил 80 лет, а в конце жизни он стал отрицать Тору, стал вздуть. И это те, которые Письменную Тору признавали, а Устную нет. Или Шабен-Авуэ поднялся в Пардес, он поднялся на высоту, куда человек может подняться, вернулся и отошел от Тора. То есть мы видим, что человек, который поднялся на высочайший духовный уровень, не факт, что он на нем удержится. Поэтому, возможно, что в те моменты, когда они выступали против Машера Бену, в те моменты, когда они боялись зайти в землю Израиля, в те моменты, когда они выступали против, делали золотого тельца, у них включался вот этот вот их старая натура животная, да? Значит, как у меня один товарищ говорит, что он говорит, из Макеевки, он родом из Макеевки, из Макеевки уехать можно, но Макеевка из тебя не уедет никогда. То есть всегда она внутри остается. Макеевка там или я из Харькова, они были, внутри они были вот эти вот египтяне-рабы. Но в моменты духовного просветления они поднимались на уровень ангелов. В моменты стресса, когда у человека в стрессе, отключается рациональное мышление. У него просто вот это вот человеческое, данный аккортекс, кора головного мозга отключается. И включается режим бей, беди, замри. Все, он уходит на животный уровень полностью. И, значит, вот это мы можем из них выучить. Ведь мне кажется, что человек, несмотря на все чудеса, которые Бог для него сделал, несмотря на всю тутору, которую он выучил, несмотря на все это, в момент смерти, страха смерти, только самые великие люди, такие как Раби Акива, которого убивали, а он в это время говорил в Шма-Исраэль, и говорил, что я всю жизнь об этом мечтал. Это как бы пик человека, да, он вообще не под властью своего тела, не под властью своего страха, не под властью своих инстинктов. То есть это человек, который полностью перенес свое сознание, осознание на свой духовный уровень, и он тогда, он уже находится не здесь. То есть он над своим вот этим вот биоскафандром, он уже своим сознанием там. И Раби Акива, он мог радоваться, когда его убивали, он говорил, вообще я всю жизнь об этом мечтал, отдать душу, служа Всевышнему. Хорошо, значит, у нас еще пять минут есть. Глава 14, книга Мишлеев. Хочу сказать очень хорошую новость. Сейчас книги эти можно заказать уже в Украине, тоже в интернет-магазине Днепропетровском. Вот, значит, будет на сайте их адрес, то есть по Украине будут они рассылать книги, значит, Мишлеев, это интернет-магазин Днепропетровский. В Вене можно их забрать в центре города, кто будет в Вене в Европе. И можно заказать в Талдот, в Талдот-Ешурун, в Талдот-Ру сайт, это в Иерусалиме, они рассылают по всему миру. Но я думаю, что из Днепропетровска тоже могут рассылать по всему миру, поэтому закажите такую книжку, чтобы она у вас была. Вчера один из друзей партнера Ваикра, адвокат один известный израильский, он начал ее читать, 4 часа читал, не мог оторваться. 4 часа, говорит, я просидел и изучал, так интересно. Итак, 14 глава, смотрите, здесь есть много отрывков, расскажу несколько. Первый отрывок, он имеет прямое отношение к недельной нашей главе Корах. Мудрость женщин строит дом ее, а грешница, глупая грешница, что в принципе синонимы, руками своими его разрушает. Это как раз говорится про Кораха. Видите, даже в книге я когда-то привел, значит, написано так. Царь Соломон называет интеллект человека женщиной. Мудрая жена строит дом, интеллект принимает информацию, значит, второй тип женщины интеллекта глупо, она действует без системы, для нее главное эмоциональные порывы. Хочу, это главное слово. И на этот отрывок приводится история истории о том, как жена Кораха послужила причиной его восстания против Машера Бейну, в котором погиб и Корах, и 250 его последователей с семьями. А жена Она Бен Пелета его остановила, причем хитростью, и он единственный остался жив из последователей идеи Кораха. Вот как раз у нас совпало, что глава Корах и 14 число сегодня, 14 главу мы читаем. Значит, мы видим, что царь Соломон, поэтому это называется притчей, он говорит женщина, но он может подразумевать интеллект здесь, да. Но и женщин тоже, умная женщина, она свой дом строит, она умеет управлять мужем, как жена Она Бен Пелета, она хитростью, она не стала с ним спорить, не стала против него там выступать, она сделала по-хитрому и спасла своего мужа. Дальше есть очень здесь отрывок интересный. Значит, очень отрывок здесь интересный. Двенадцатый путь. Двенадцатый путь. О, двенадцатый отрывок такой. Есть путь, который прямой перед человеком. Но концовка его пути смерти. Значит, здесь нам царь Соломон дает очень одну интересную такую модель. Человек, когда своим умом рассуждает о том, что ему нужно сделать, и принимает какое-то решение, то можно сказать, что он считает, что это правильное решение. То есть, то решение, которое человек принял, на тот момент оно для него является правильным, то есть прямым. Неважно, какого он сделал. Сидят наркоманы, думают, где купить наркотики. Решили, это для них правильное решение. Как они думают. Другой думает, как банк ограбить. Он все, значит, идем грабить банк, там охрану убьем. И он думает, что он правильно, классно придумал, молодец, прямо хороший план. Теперь царь Соломон говорит, когда ты сам придумываешь себе решение, то они всегда прямые в твоих глазах. Но знаешь, что очень часто следствие Ахарита, это то, что будет следствием твоего действия и твоего решения, это могут быть пути смерти. То есть, ты идешь вообще не в ту сторону. Ты идешь не просто не в ту сторону, ты себе вредишь вообще. Как человек говорит, ну ладно, один раз живем, значит, так давайте выпьем. Дюш, выпил. Ему говорят, ну все, домой надо спать эти. Не, ну один раз живем, что там, значит, опять выпил. Третий раз выпил, четвертый, выпил бутылку водки. Один же раз живем, все, вышел и замерз насмерть на морозе, потому что такой пьяный был. Так что ж ты один раз живешь-то? Ты бы лучше не говорил, один раз живем, а лучше бы не пил, пошел бы домой спать трезвым. То есть, человек, который полагается в решениях на свое хочу и на свои какие-то интеллектуальные рассуждения, он очень часто на втором шаге уходит прямо на пути смерти. А что вместо этого? Вместо этого очень просто. Есть же пути проверенные. Как говорит царь Соломон, мудрейший из людей про Тору, Дарке, Даркейном, пути ее, пути приятные. Значит, это как раз тоже очень интересный отрывок. Дальше, дальше, давайте посмотрим. Так. Тут 35 отрывков в этой главе, одна из самых длинных. Вот, 23 отрывок тоже мне очень понравился в свое время. Беколь, Эцев и Емутар. Значит, от каждой грусти, Эцев это грусть переводится, будет прибыль. Значит, удвар сватаем, а пустые разговоры, от них будет убыток. Значит, Эцев это труд и грусть. Значит, что это значит? Смотрите. Вот человек, например, он сидит, грустит. Что ему показывает его грусть? Ему его грусть показывает, что что-то идет не так. Что-то идет не так. Теперь, если он начинает исследовать эту свою грусть, и он понимает, что именно в данный момент идет не так. Может, он идет в каком-то не том направлении. Может, он что-то чувствует. Может быть, ему там со здоровьем у него что-то не то. Может то, может так. От этого есть польза. Если он исследовал вот эти все негативные моменты в жизни, которые у нас есть, они для нас являются сигналами и мотивацией для исправления. Теперь, пустые разговоры, они только тратят твою энергию. Теперь, труд, тут есть два понимания. Грусть, она тебе показывает, что ты идешь не в том направлении. И вот это вот исследование себя, оно позволяет исправить путь. Второе значение, это вот этого слова грусть. То есть, когда человеку тяжело, когда он трудится, от этого обычно есть какая-то позитивная последствия. Когда же человек в пустоту разговаривает, ну просто, знаете, убивают время люди, да, тралялякают. Тогда об этом нет, конечно, никакой пользы. И последний еще один отрывок, давайте посмотрим. Так. Смотрите, дздака, например, тридцетвертый отрывок. Дздака терумем гой. Значит, дздака – это милосердие, оно возвышает народ. Вехесет лиумим хатат. А милосердие лиумим – это, лиум – это верование. Оно грех. Чем отличается милосердие дздака от милосердия хесет, милосердие, вернее так, дздака, дздака, давайте посмотрим, как написано. Дздака терумем гой. Дздака поднимает на духовный уровень народ. Вот хесет лиумим, а милосердие стран, лиум – это больше страна, да, объединенная какой-то идеей. Это обычно грех. То есть тут очень интересная вещь. Есть вещи, которые, безусловно, являются добротой, да. Накормить голодного, помочь человеку, у которого над ним кто-то издевается, кто-то его там обижает. Значит, старики беспомощные, помочь какому-то старику беспомощному и так далее. Это милосердие, которое, если есть вот такое милосердие в народе, в любом, то это его поднимает на высокий духовный уровень и создает ему огромную защиту от Всевышнего, как народу. Есть такие страны, в которых вот такое милосердие, оно является их, частью их культуры, внутренней культуры этого народа. Доброта, помощь, милосердие. Теперь, но есть то, что является официальной идеологией какой-то страны. Например, коммунисты. Они, вроде бы, у них все было красиво, все было красиво, но в итоге, если мы посмотрим всю вот эту идеологию, то она вела народ, это была жестокость, это не было, это был грех против Всевышнего, потому что они полностью забыли Всевышнего и отрезали Всевышнего. То есть, с одной стороны, вроде бы все было правильно, но по факту это было все грех. Теперь, и тут надо, мне кажется, вот здесь есть такой нюанс, что индивидуальное милосердие, когда человек делает добро, оно его очень сильно поднимает. Но когда это становится какой-то идеологической системой, которую придумала правящая Леум, это когда есть, ну, вот само слово Леум, это когда объединяется какая-то, не обязательно народ, какая-то страна под идеей, которую придумали, именно Леум, это придуманные идеологии, придумали те, кто правят этой страной. И даже если оно выглядит как милосердие, но из-за того, что его придумали для того, чтобы править каким-то народом и чтобы людей организовать, то это является грехом. Вот тут надо подумать, и каждый раз, когда вы хотите присоединиться к какому-то движению, возможно, что само по себе это движение, его придумали, ну, простая же вещь. Сколько людей сейчас втянули в совершенно анти-божественную историю легализации однополых браков. То есть, как идея, это красивое, дайте свободу людям выбирать. Идея красивая? Красивая. Грех. Потому что в каких-то вопросах нельзя людям выбирать. Не может человек выбрать, быть педофилом или не быть. Это нельзя выбирать, потому что дети беззащитные. И не может человек выбирать момент, что он отказывается продолжать род на земле. Не он эту землю создавал, не он родился. Не может он сказать, а я теперь не буду. Ну и что, что у меня 120 поколений меня родили? А я остановлю. Это неправильно. И как бы оно не выглядело красиво с точки зрения идеологии, которую человеку дали, это грех. Это, как бы, понятно, очевидно, этот отрывок. Все, дорогие друзья, всем удачи и успехов. Чтобы был хороший день. Чтобы мы изучали, что Бог по-настоящему хочет. И делали то, что Бог по-настоящему хочет. То, что является добром, объективным добром, которое создал Творец Мироздания. И чтобы мы, делая это объективное добро, удостоились очень доброй и хорошей жизни во всех направлениях. Все, до завтра. Значит, я вам очень советую. Первое, записать свои инсайты. То, что вы для себя осознали, поняли. Это как божественные семена в вашем сознании и в вашей душе. Дальше это повторить, рассказать, передать, обсудить, повторить, запомнить. И изучение Торы, это нужно вот эту вот книгу сделать, даунлоуд себе в интеллект. И тогда ваша душа получает топливо, да, топливо, энергию. Получает силу для того, чтобы подняться на следующий уровень и сохраниться. Это как раз билет в вечную жизнь. Все, всем удачи, успехов, до завтра.